Друзья, всем привет! С вами Леся и у нас сегодня будет Лакситан и у нас сегодня будут небольшие покупки в Ревкош. Сегодня у меня было настроение поехать с дочкой погулять. Никаких дел у нас не было и у меня, по крайней мере, не было. И я предложила, и дочка с радостью согласилась, и мы поехали в торговый центр. Давненько мы не выбирались вдвоем, и у нас здесь остановочка рядом, поэтому мы сели и поехали. Значит, и первое, куда я зашла, это Лакситан. В Лакситане я ничего не покупала, это были подарки в честь дня рождения. Может быть, кто не знает, но если вы делаете покупки в Лакситан и у вас есть карта Лакситан, на день рождения вам приходит приглашение прийти в магазин и получить подарок, а именно косметичка и две миниатюрки на выбор. Ну, в общем, что там будет, вам дадут выбрать, вы уж выберете. В прошлом году я даже не поехала как-то, а в этом все совпало и почему бы нет. Лакситан я люблю, особенно сейчас, когда он в два раза дороже стал стоить, чем раньше. Ну и раньше, кстати, просто были приглашения, и сейчас с промо-кодом, так что, да. Первое, это косметичка. Мне дали на выбор выбрать из двух косметичек, одна из которых у меня уже есть, и я выбрала ту, которой у меня нет. Вот такая вот косметичка, тканевая, обожаю косметички Лакситан, у меня их целая коллекция. И очень такая, она не очень большая, вот моя ладошка, ручка у меня маленькая. Мне понравилось, смотрите, здесь у нас вот такой вот брелочек, да, на замочке. Это дерево. Я такое еще не видела. Такая вот косметичка, вроде простенькая, но в то же время симпатичная и имеет изюминку. Вот такую вот косметичку я выбрала. Далее мне выложили миниатюрки, и, честно говоря, я когда посмотрела на эти миниатюрки, выбор был невелик. В основном там все было с вишней. А вы знаете, что вишня это та серия, которую я не просто не люблю, а просто не могу ее терпеть. Вплоть до того, что позапрошлый раз не было выбора. Я взяла с вишней все, потому что ехать в другой Лакситан, как бы уже было даже поздно и не до того. В общем, и я все это подарила, потому что я пользоваться не могу. Ну и что же я выбрала? Во-первых, выбрала вот такую вот миниатюру крема для рук. И это какая-то лимитка. Насколько я понимаю, воздушный крем для рук Корите. Нежная коллекция. Интересно будет попробовать. Если бы там были крема для рук еще какие-то, кроме вишневого, я бы еще какой-то взяла крем для рук. Но мне предложили вишневый и вот такой вот. Были, конечно, еще гель для души вишневый. Был еще молочко вишневого. В общем, вишневая коллекция для любителей. Там прям все было в миниатюрах. Но я ее не люблю, поэтому я искала, выбирала из того, что более или менее мне подходит. Поэтому взяла вот такой вот кремушек. С большим удовольствием буду им пользоваться. Обожаю крема для рук Лакситан, миндаль. Но не было. И мне ничего не оставалось, как выбрать масло для душа с миндалем. Обожаю его, конечно же. Мне кажется, это бестселлер, который дарят и который никто никогда не покупает. И мне складывается такое впечатление. Потом аромат просто волшебный. Поэтому я взяла еще. Конечно, это такая, знаете, вещь ненадолго. Но в то же время на несколько дней хватит. С большим удовольствием буду пользоваться. Также, что же мне еще? Мне еще положили пробники. Да, даже без покупки дают пробники в Лакситан. И это постоянно. То есть, когда я просто приходила и забирала подарки на день рождения, все равно давали пробники. Вот очень-очень мило. Я рада, что мне не вложили очередные масла для лица и крема для лица, которые я тоже кому-то потом передариваю. Ну, мне положили два вот таких вот шампуня. Окей, использую шампунь. Есть шампунь. Использую и хорошо, и спасибо. Так что вот такой вот шампунь двух экземпляров. Ну и положили розочку надушенную. Нероли и орхидея. Этот аромат я узнаю из тысячи, потому что он у меня был. И я благополучно флакончик закончила. Так что еще вот так вот. Хороший, я считаю, был заход в Локситан. Тем более, что это все мне положили бесплатно. В общем, такое милое-милое поздравление от бренда. Ну и дальше давайте посмотрим, что же я приобрела в Ривкош. Кто меня знает, смотрит, знает, что я люблю покупки не оффлайн, а онлайн. Потому что там и скидочки, и клиентские дни, и подарочки за покупку. Ну да, в оффлайне это тоже все бывает, но мне кажется, не так интересно и не так часто. Поэтому я заходила в Ривкош без цели какой-то потратить какую-то большую сумму. То есть я просто зашла себе немножко порадовать, дополнить, в общем, радость от Локситан. Давайте немножко подвинем. И оказалось, что у меня, девочки, есть баллы Ривкош. Потому что у меня же было недавно день рождения. И я, наверное, могла там хорошо затариться. То есть там 50% скидки баллами можно сделать. Но я этого не сделала, потому что я не планировала большие финансовые вложения сегодня в косметику. Поэтому скидка была просто супер минимальной. А мне как объяснили, то есть это разово нельзя там делить эти баллы. То есть разово, в общем, раз списали, сколько списали. Дальше всё, оно пропадает. Я никогда не пользовалась этой акцией, потому что покупаю много-много лет в Ривкош. Ну, как-то не ездила я после своего дня рождения в Ривкош сразу. Ну, вот такие нюансы заказов онлайн. Ну, ладно. Поэтому как есть. Итак, что же я купила? Во-первых, я увидела набор вот такой. Вот спонжи от Ева Мозаик. Он мне сразу бросился в глаза. В интернет-магазине его нет. И я решила, что мне он очень нужен. Потому что у меня спонжи летят только так. Я уже нацелилась на покупку бьюти-блендера. Но я так скептически до сих пор к этому отношусь. Пока не попробую сама. Я не поверю, что он долгосрочный. Но решила, что такой набор спонжей, раз я не могу приобрести его онлайн. То есть онлайн он отсутствует всегда. Приобрету спонжики, пусть будут. В общем, воспользуюсь. У меня нет ничего в запасе. Набор спонжей для макияжа. Номер один. Четыре штуки. Значит, здесь, смотрите. Такой вот оранжевый, желтый. Вот такой вот. И один вот такой вот маленький. Мне, кстати, вот такие вот маленькие вообще не нужны. Я понимаю, что они для консилера, для какого-то точечного применения. Но я не использую консилер. В общем, мне просто для тоналки нужно было. Вот эту, наверное, кому-то подарю. Ну, вот такой вот набор спонжей. Считаю, очень, кстати, прикольно так смотрится. Даже на подарочек кому-то можно подарить, если вот. Мне кажется, классно. И давайте буду вам говорить, сколько это стоило. 170 рублей. Это с учетом списания баллов, да? Без скидки набор этот стоит 340. Ну, половину. Списывает баллы. В общем, я прозевала свой счастье. У меня там, наверное, миллион баллов накоплено. Но все равно, в любом случае, не планировала много тратить. Поэтому, как есть, так есть. И то приятно, знаете. Далее. Я уже вам обещала, что я разойдусь с косметикой декоративной. И буду покупать ее, сколько хочу и как захочу. Поэтому буду покупать тени. В общем, разойдусь на полную катушку. Не буду себя ни в чем ограничивать. Поэтому мне нужна кисть для теней. Пока одна. Я думала. До того, как поняла, что у меня еще будет скидка. В общем, приобрела вот такую вот кисть для теней от номер 1. Стоимость ее... 218 рублей. Без скидки 435. Однако, не дешевая такая кисть, скажу я вам. Ну, номер 1 это очень хороший бренд. Тут и индивидуальная упаковочка есть. И брошгард даже есть. Или как он там называется. В общем, такая вот кисть. У меня есть кисть номер 1 для теней. Подарочная. И есть у меня для пудры. Нет, не для пудры. Для хайлайтера. В общем, такое. Тоже подарочная. Это первый раз я покупаю за свои деньги. 334. Кисти классные. Кисти хорошие. Ну, кисть почти полтысячи стоит. Ну, поэтому... То, что я ее урвала со скидкой, уже большой-большой плюс. Поэтому вот такая вот кисть. Далее. Бальзамчики для губ. Залипла. Возле бальзамов. Гурмандис детский. Вы знаете, я их открыла, понюхала. И там текстеры есть. Мне не понравилось. Оно как-то пахнет. Не так, как заявлено на упаковке. По-моему, вообще чем-то таким неприятным. Один вообще тинт давал такой красный. Это очень странно. И я как-то решила детские не покупать. Но детские я планировала для себя. Очень там приятные такие названия были. Аппетитные. А потом я увидела вот такие вот бальзамчики. Бальзамчики. То есть это уже взрослые. Но тоже такие типа вкусненькие. Фокусируйся, пожалуйста. И там тоже были тестеры. И я понюхала бальзамчик Чупа Чупс. Не стала набирать много. Подумала, они есть в принципе в онлайне. Если мне понравятся, я потом возьму еще. Тем более они очень-очень бюджетные. Глупо будет, если я сейчас наберу 5 штук их. И в итоге они мне там не понравятся по нанесению. И так далее. Поэтому взяла вот этот. Он мне очень понравился по аромату. Очень приятный гурмандист. Смотрите, дизайн такой кайфовый. Такой котик. Такая мелкая картинка. Не хочет фокусироваться. В общем, котенок такой. Я его не пробовала наносить. Но на тестере я поюзала таком палец. Он так приятно пахнет. Чупа Чупс. Но он пахнет жвачкой. Какой-то такой прикольный аромат. Жвачки фруктовые. Не знаю, очень приятно. Даже немножко писать не могу. Такой вот он. И вроде бы он не восковой. Знаете, есть такие бальзамы, которые невозможно просто намазать на губы. Деревяшки. Вроде бы он не такой. Но не знаю. Попробую один. Буду потом знать. В общем, приобрела бальзамчик для губ. Стоимость его 62 рубля. А без скидки 125. То есть вообще. И вот за вот набор спонжей, кисть и бальзам я заплатила 450 рублей. Потом постояла, подумала. Нет, вернее так. Это я на кассе заплатила уже. И прям смотрю, когда расплачиваюсь. Что прям вот у них за кассиром висят стенд за гурмандиз. Именно кисти, спонжи. Вот такое вот дело. А я хотела приобрести вот такую вот кисть. И её в онлайне хотела приобрести. И когда я увидела, что она висит, то я, конечно же, её взяла. Смотрите, какая она прикольная. Стоимость её 229 рублей. То есть мне уже никаких скидок не делали. Я просто её взяла по полной цене. Но я же собираюсь тени покупать в большом количестве. Поэтому мне нужны кисти. Ну, вот такая вот она красивая. Тут её долго распечатывать. Смотрите. Кисти гурмандиз я не пробовала. Но надеюсь, что мне она понравится. Так. Вот такие вот были мои покупки. В Ривгош. Совсем вроде бы немного потратила. Но реально себя порадовала. Купила нужные вещички. То, что мне надо. То, что хочется. Ну, знаете, вот такие вроде бы мелочи, нюансы. Но они поднимают настроение. И, конечно же, было приятно получить подарочек от Локситан. Хотела поделиться с вами. Объединила это всё в одно видео. Потому что тут понемножку всего. Буду всем с удовольствием пользоваться. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока-пока.